Вор в законе Давид Джангидзе. Наряду с известными краснодарскими смотрящими, Дата Азмановым и его племянником Шалвой Азмановым, стоит несколько особняком другой вор в законе, также считающийся смотрящим за Кубанью, Давид Джангидзе, который как и Давид Азманов имеет прозвище Дата Краснодарский. Зачастую из-за обитания в одном регионе, и одинакового погоняло. Этих законников путают. Сейчас у Давида Джангидзе наступили тяжелые времена в отличие от своего тезки по прозвищу, на него завели уголовное дело по новой антиворовской статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Как говорят силовики, у них имеется достаточно данных, указывающих на то, что Дата Краснодарский занимает высшее положение в преступной иерархии. Джангидзе Давид Бесикович родился 8 марта 1984 года в городе Таганрог, Ростовской области. Этот регион всегда считался наряду с Краснодарским краем. В отчиной деда Хасана Джангидзе, с малолетства проявивший себя в криминальной среде, был замечен противниками Усаяна из Сухумского клана, которые решили с помощью молодого и дерзкого авторитета укрепить свои позиции в Краснодаре. Как говорит источник, с поддержкой маститых законников, Джангидзе смог закрепиться на Кубани и поставить под свой контроль часть местного бизнеса. В 2013 году дед Хасан был убит, и его противники начали агрессивное наступление на земли покойного патриарха воровского мира. Наиболее лакомый кусок представлял собой Краснодарский край. Поэтому, Давид Джангидзе сыграл решающую роль в освоении этих территорий. 5 июня 2013 года он был коронован с группой стремящихся в Риме, получив заветный воровской статус. Сразу же после этого антидедовская коалиция во главе с Мирабом Сухумским, поставила Джангидзе смотрящим за Кубанью, несмотря на то, что здесь уже давно присутствовали представители другого воровского клана. Смотрящие за Кубанью сразу же после коронации, у дата Краснодарского начались проблемы с правоохранительными органами. Уже 31 июля 2013 года его задерживают сотрудники Краснодарской полиции. Вор в законе был в наркотическом опьянении. Предъявить что-либо оперативники не смогли, так как при Джангидзе ничего противозаконного найдено не было, и отбыв двое суток по административному аресту, вор был выпущен на свободу. В этот же день Джангидзе вместе с женой Свитой из трех автомобилей выехал в Ростовскую область, где должен был встретиться со своим знакомым вором в законе Алексеем Злакомановым, Леха Злак, и вместе с ним отправиться на воровскую сходку в Москву. На въезде в Ростовскую область его остановили сотрудники ГУМВД России по ЮФО. После профилактической беседы Джангидзе был отпущен и продолжил свой путь к пункту назначения. В октябре 2013 года Дата Краснодарский вместе с Алексеем Злакомановым и своими боевиками совершили избиение вора в законе Ара Мурадяна, Ара Армавирский, и его окружение, таким образом отомстив им за нападение на их сподвижника, молодого вора Реваза Убилава, Резика Джуварский. Возможно, что против Дата Краснодарского тайны выступили его злопыхатели, слив оперативникам в 2014 году компромат на него. Следователи узнали, что в 2011 году, еще не будучи законником, Давид Джангидзе при содействии смотрящего по имени Адам, вомогал 20 тысяч рублей у заключенного Адыгейской исправительной колонии номер один. Власти Адыгея объявили вора в законе в розыск, и 12 марта 2014 года Дата Краснодарский был задержан в Москве, в ТЦ Москва-Сити, после чего этапирован в Адыгею. Там он три месяца провел в СИЗА, и был освобожден 20 июня 2014 года за отсутствием доказательств. К 2015 году Давид Джангидзе стал занимать на Кубани прочные позиции. Под его контроль попали многие предприятия, он контролировал криминальные процессы в крае. Джангидзе и проблемы с наступлением 2017 года У Джангидзе начались проблемы по всем фронтам. В феврале того года его лишил воровского статуса его же крестный отец Мираб Сухумский. Дело было в том, что в Краснодаре работал крупный бизнесмен Миндия Гулуа, поддерживаемый Мирабом Сухумским. Но в какой-то момент отношения между влиятельным вором и бизнесменом испортились, после чего на Гулуа было совершено три покушения. Последнее произошло 23 августа 2016 года в Краснодаре. Вместо того, чтобы больше не поддерживать Гулуа, Джангидзе наоборот взял того под свою защиту. Это и стало причиной лишения его воровской короны, так как Мираб Сухумский не простил своему крестнику такого ослушания. Слева, положение ЦСТ. Кущевский фархат Ванатеев и вор в законе Давид Джангидзе. Дата Краснодарский. Слева, положение ЦСТ. Кущевский фархат Ванатеев и вор в законе Давид Джангидзе. Дата Краснодарский. Фото. Прайм Крайм. 20 марта 2017 года Давид Джангидзе был задержан в Краснодаре сотрудниками краевого уголовного розыска по подозрению в участии в краже цепочки с крестиком, которую похитила группа неизвестных преступников у мужчины. При предъявлении Джангидзе для обозрения удостоверения сотрудника полиции и предложении предъявить документы, удостоверяющая личность, бывший вор в законе ответил отказом в грубой форме, сопровождая отказ нецензурной бранью, и стал размахивать руками, на неоднократные требования прекратить противоправное поведение не реагировал, а становился еще более агрессивным, пытался скрыться. При личном досмотре у дата Краснодарского было обнаружено изъято наркотическое вещество, известное в простонародье как спайс. Суд приговорил Джангидзе к 15 суткам заключения. В следующий раз Давид попал в руки силовиков в начале 2018 года. При нем обнаружили наркотики в особо крупном размере. Бывшего законника приговорили к 3 годам колонии. Но его адвокат подал жалобу в краевой суд и приговор бывшему вору в законе смягчили. Дали год и 9 месяцев. Учли то, что у него на иждивении находятся пожилые родители и сожительницы с 4 несовершеннолетними детьми. А так когда-то Краснодарский уже отсидел приличный срок в СИЗО. Пока шло следствие и суд, его выпустили на свободу. Теперь Давид Джангидзе был задержан 15 августа 2019 года по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Неизвестно, как суд будет учитывать его статус, так как на данный момент дата Краснодарский уже не имеет воровской титул. Но как бы то ни было, смотрящему за Кубанью может грозить срок от 8 до 15 лет лишения свободы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!